Итак, господа, я всех приветствую. Я прошу прощения, я в очередной раз слегка накосячил со стартом. Я приложение OBS вижу крайне редко. Они его очень динамично меняют. И по этой причине я опять все напутал. И поскольку у меня идеи запустить стрима не спонтанны, я все никак не отлажу эту технологию. И постоянно у меня какие-то технические накладки. Но, видимо, сейчас я все победил. Стрим запустился. Я надеюсь, что вы меня слышите. И все, что мы хотели обсудить, мы с вами обсудим. Итак, коллеги, вечер добрый. Я еще раз извиняюсь за технические неполадки. Но вот так бывает, когда берешь в руки какое-то приложение два раза в год. Скажите, хорошо ли меня слышно? Если меня слышно хорошо, то замечательно. Я постарался микрофон нормально настроить. Чтобы не было каких-нибудь помех и всего остального. Михаил, который дальше приветствует знакомые лица в чате. Всем выжившим салют. Итак, господа, какие были вопросы? Вопросов, на самом деле, было довольно много. Был вопрос, и причем в комментариях довольно часто спрашивали про сертификацию Microsoft. То есть, Microsoft в очередной раз поменяла сертификацию. Но на самом деле, что значит поменяла? Раньше был, вот когда-то совсем давно, когда я был молодой, был MCSE. Microsoft Certified Solution Engineer. Ну, то есть, вру, какой solution? System Engineer. Системный инженер. Это было в 2003 году. Потом Microsoft переделала. Появился тоже, там куча разных статусов. Потом появился MCSE, который уже расшифровался по-другому. Но суть в чем? Вот все старые MCSE сертификации по наземным продуктам, их благополучно похоронили. И сейчас по сертификациям модель ролевая. То есть, вы выбираете там свое направление, и они вам говорят, что сдавать. И в любом случае, все это привязано к облачным продуктам Microsoft. И то, что они похоронят наземные сертификации, это было очевидно, понятно. Если вы все видео смотрите на моем канале, то буквально там, не знаю, год назад я делал по сертификациям видео и говорил, что есть ролевые, и ролевые будут продолжаться. Все старое, вот эти все там сертификации по Windows Server, по всем остальному, их просто-напросто похоронят, потому что в этом смысла нет никакого. Поэтому, то, что их похоронили, ну как бы это же было очевидно, все к этому и шло. Поэтому я никакой паники здесь не вижу. По сертификатам идеология вся та же самая. Если вы думаете, что сертификаты вам сделают небо в алмазах, то это не так, они никогда это не делали. То есть, это как бы один из дополнительных моментов, которые нужно иметь. Сертификацию Microsoft. Ну, не обязательно Microsoft, в принципе сертификацию нужно иметь. Если у вас только сертификация, она вам не сильно поможет. Если у вас все есть и не хватает, там только сертификации, ну, возможно, какой-то дополнительный плюс от нее вы получите. То, что на нее нигде не смотрят, это бред. Это брехня самая натуральная. Смотрят. Ну, то есть, это как бы не является пропуском в мир дорогих машин, но, блин. Вот, поэтому ничего не поменялось, господа. Ну, просто он, премис продукты потихоньку отходят. В глобальном плане. И, естественно, все, что с ними связано. А вас не смущает, да, что Microsoft еще там 4 года назад сертифицированное обучение собственное взяла и так вот своими же руками задушила. Все делалось в одном направлении. Поэтому все нормально. Сертификация отражает текущую картину. Текущая картина Microsoft всех перегоняет в облака. Но если для кого-то это было еще не очевидно. Поэтому на что лучше обратить внимание? Ну, на то, с чем вы будете работать. Если вы планируете в будущем работать с каким-то облачным продуктом, ну, наверное, вам нужно иметь сертификацию по Azure или по Office 365. Если вы работаете с чем-то другим, ну, наверное, имеет смысл сертифицироваться по этим направлениям. Получать сертификации ради сертификации, естественно, смысла нет никакого, господа. Это же бред. Окей. Как вам комментарий Игоря Шастика по поводу уезжать из СНГ? Я не знаю, кто такой. Я вру, я на самом деле знаю, наверное, кто такой Игорь Шастика. Это с Украины чувак, который лет 10 назад плотно срался с Кармановым. Вот. У них там было это. Вот в этом контексте я его запомнил. А так он какие-то такие около-IT-шные видео, по-моему, пилит. Что-то такое. Но я никогда его не смотрел, не слушал и так далее. По поводу уезжать из СНГ, моя позиция, она приблизительно всегда одинаковая. Она за последние лет 15 не изменилась. То есть, надо делать то, что ты хочешь, это раз. То есть, хочешь ты жить, не знаю, под пальмой, живи под пальмой. Хочешь жить в России, живи, как бы, живи в России. И я считаю, что если ты здесь не можешь состояться, там, где у тебя родной язык, там, где у тебя родная земля и все, и все, и все, и все рядом с тобой, то, выезжая за пределы зоны комфорта, там будет гораздо сложнее. И просто все мои, вот вокруг меня, кто есть люди, да, кто уехали, у которых все за рубежом хорошо, вы знаете, у них и здесь было неплохо. Поэтому, не знаю, я никому не могу советовать, там, уезжайте, не уезжайте. Блин, это личное дело каждого. Ты хочешь, это твоя жизнь. То есть, твои, там, условно, 65-75 лет. Вот как ты хочешь ими распорядиться, так ими распоряжайся. Поэтому, призывать кого-то зачем? Ну, у людей своя голова, пусть они сами и думают, что делать. Был интересный вопрос. Добрый день. Так, 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 так. А, как бы вы посоветовали новосозданной компании, аутсорсинг, интеграция, сопровождение IT, искать своих первых заказчиков? На каких платформах? Актуальный вопрос. Я дважды, ну, то есть, вы создаете компанию или начинаете, да, там, где-то работать. И вам нужны первые заказчики. Это, блин, это самое сложное всегда было. Я за жизнь дважды искал новых заказчиков. Первый раз в Ростове-на-Дону, когда мы с моим знакомым, хорошим, начинали работать в этой сфере. И второй раз, когда я пришел в компанию МИАТОН, и как бы компания никогда не занималась, то есть, она занималась поддержкой, но не занималась работами. И нужно было искать первых заказчиков. Короче, как это было? В первом сценарии в Ростове-на-Дону, вот честно, я уже и не помню, как это было. Я думаю, что вообще во всех таких ситуациях всегда начинается с знакомых, родственников, родственников знакомых. То есть, тебе на поддержку попадают те люди, которые тебе уже предлагали, которым ты что-то делал. Просто это делаем как физическое лицо, потом хлоп, ты стал как бы юридическим лицом, какой-то бизнес. И мне кажется, первые заказчики, это всегда заказчики, которые пришли через друзей, знакомых и так далее. Вот это первые 2, 3, 4. Я не знаю, что происходит, но фишка в том, что у меня, во-первых, показывает черный экран, когда я пытаюсь подключиться. Во-вторых, он просто мне ошибка подключения к стриминговой платформе выдал, и как бы на этом закончилось. Я еще буквально вчера или позавчера смотрел Старкрафтовский стрим, и у них тоже рвалось постоянно. Думаю, блин, криворукие гады. Но, видимо... Видимо, 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 дело в Ютьюбе. Что-то совсем плохо. Не знаю, в чем дело. Господа, подскажите, пожалуйста, на каком вопросе я остановился? Я что-то рассказывал, да, и... Точнее, на каком вопросе вы прекратили смотреть на том стриме? Мы, по-моему, разговаривали по поводу дистрибутивов Linux. По поводу дистрибутивов Linux. Ну, короче говоря... Не люблю, когда рвется. По поводу Обама... Ну, наверное, наверное. В Германию она совсем... Я не успел уехать в Германию. Закрыли все границы. Родина не отпускает меня. Поэтому я сижу, жду... Я сижу, жду... Пока вся эта ерунда закончится. Вот. Поэтому я в Москве, в России. Трудимся, работаем. По поводу заказчиков. Ну, я как бы говорил, то, что есть два основных канала поиска первых заказчиков. Самое главное – это родственники, знакомые. То есть, кем вы уже работали. Это первые заказчики всегда. Я первый раз, когда мы искали... Еще в Ростове-на-Дону мы искали по родственникам, знакомых. Это были первые. А потом, когда я уже начинал в Москве работать в интеграции, году в 2010-м, я искал за счет того, что я был знакомым с всякими айтишниками в различных конторах. Ну, вот это если в двух словах. Поскольку я преподавал в учебном центре специалисты, у меня были знакомые в этом плане. Сколько народу с обновленность на внедрение DevOps? Хорошо собралось, курс будет. Поэтому, если хотите, еще есть возможность записаться. Вот так вот. Так. Да, не люблю, когда прерывается. Это, знаете, сбивает с мысли. Немного про PowerShell, если можно. Например. Чем он облечит жизнь сисадмину и админу? Стоит ли изучать? Ну, господа, мне кажется, вопрос из серии, чем скриптовый язык может помочь сисадмину? Он такой вообще настолько странный. Ну, то есть, если вы хотите делать руками, делайте руками. Скриптовые языки позволяют автоматизировать многие вещи. Зачем нужна автоматизация? Ну, может, если вы не понимаете, зачем нужна автоматизация, может, вам не войти. Вот. Первые клиенты в Ростове. Да, первые клиенты в Ростове как раз были. Были по знакомым, по родственникам. Да, мне, кстати, постоянно сейчас ОБС пишут, что текущий битрейт выше рекомендуемого в 1000 килобит. Текущее разрешение... Ай, ну, хрен. Так. Ладно, господа. Какие есть? Удаленку сейчас все делают. Сейчас, короче говоря, есть два тренда. Это удаленка и ноутбуки. Все раскупают ноутбуки. И, соответственно, все делают удаленку. Все VPN, VPN, remote desktop, фермы, RDS и так далее. Актуальная нынче тема. Тын-дын-дын. Хороший был вопрос. Добьет ли Office 365 Exchange? Ну, когда-нибудь, наверное, добьет. Если не придет что-то другое, что добьет и Office 365, и Exchange вместе взятые. Поэтому я думаю, что Exchange будет еще прекрасно продаваться лет 10 ближайших. Ну, то есть, как бы, я думаю, не лет 10, да? То есть, еще с Exchange можно будет работать лет 10. Абсолютно нормально. Большой спрос на Teams. Не знаю. У меня нет очереди на желающих Teams. Ну, и опять же, ну, как бы, одна из десятка технологий. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, Teams, как бы, наш, особенно под тот клиент, который на Windows ставится. Он же такой очень своеобразный. То есть, к нему есть много вопросов. И сейчас люди, если кто не работал с ним, начнут работать, они прочувствуют. Как это, когда вы не можете с одной учетки в другую перелогиниться? Вот. Там. То есть, господа, ну, давайте рассуждать логически. Мы на удаленке долго не просидим. То есть, у страны... У страны... Деньги закончатся быстрее. То есть, работа на удаленке, ну, кто может? Ну, я могу, например, на удаленке. Но я же реальный продукт-то не генерирую. Поэтому... Это все игры разума. Поэтому... Я надеюсь на то, что народ в течение месяца поиграется в мире глобально. Со всеми этими удаленками. И потом все начнут нормально работать. Как и работали. Поэтому... Вот так. Я сейчас сижу тут. Работаю. На самом деле, работа до хрена последняя. Я планировал на этой неделе курсы обновлять. И, ну, как бы... Руки не дошли. Работы хватало. Поэтому... Но в любом случае, поскольку у меня месяц еще появился. До отъезда. То я сейчас буду сидеть заниматься курсами. Курсами там обновлять, новые делать. То, что я давно хотел сделать. Но все. Руки не доходили. По поводу обвала рубля. Слушайте. Ну, это уже не первый, и не второй, и не третий раз, когда рубль опять там падает. Поэтому... Сейчас, в принципе, все падает. Все до Джонса. Но рубль падает... Всегда. При любом кипише. Поэтому... Как у вас в России бороться с пиратством? Вы знаете, мне кажется, в последнее время на это все забили. Была борьба с пиратством глобальная. Она была году в 2008-2009. Вот в этом районе были прецеденты. Всякие поносовые. Кого сажали, людей брали. А сейчас, мне кажется, она как борьба концептуально отсутствует. Ну, то есть, когда там уважаемым ментам нужно будет поставить какую-то там галку, они Васю, который продал какой-нибудь 1С, за пятую точку возьмут и как бы закроют. Но такого, чтобы глобального, глобального нет. Илья, нам поможи в Германии. Илья, нам поможи в Германии. Да. Вот. Мир поменяется и после этого можно в офис не ездить. Ну, господа, ну как бы, блин. Ну, в смысле в офис не ездить? Ну, это же нереально. Это нереально. Это у каждого должен быть дома кабинет. Как работать? У вас есть дети, да, у вас есть супруга. Все сидят, соответственно, дома, да, и работают на удаленке. Нет, это, это, это господа Unreal. Ну, это моя точка зрения. Вот. Там КПД будет сильно ниже. Очень сильно ниже. Даже у тех людей, которые могут работать на удаленке, типа айтишники. Потому что есть всякие вещи, типа социальных. Вот. И они просто перестанут работать. И все. И эффективность, она резко пойдет на нет. Поэтому. Я сейчас говорю, я вот сейчас в качестве эксперимента эту неделю работаю из дома. Но не потому, что я коронавируса боюсь. Я спокойно к этому отношусь. Я считаю, что это такая бредятина очередная. Вот. Ну, потому что просто пробую, как это выглядит. Ну, и есть нюансы. Есть нюансы. Поэтому. Я надеюсь, что через месяц все закончится. И все будет хорошо. Но паника реальная на самом деле. У меня есть знакомые. У меня есть знакомые в Америке, в Европе, в Германии в частности. Все рассказывают приблизительно одно и то же, что народ паникует. Все сидят по домам, дети по домам и так далее. Вот. Так что вот так. За полгода привык на удаленке. КПД вырос. Осталось понять. Осталось понять, как вы этот КПД замеряли. Вот. Звука. Звук я прибавил, господа. Вот сейчас я прибавил, должно появиться. Я тоже за то, чтобы разделять работу, дом и так далее. Илья, вы на Юдеме уже все перестали отвечать на вопросы. Слушайте, ну, отвечал на вопросы. Скажем так, все, кто на Юдеме были, мне кажется, они уже все переехали на Course for IT. На Course for IT я отвечаю прекрасно на вопросы. Если у вас есть курсы на Юдеме, переезжайте на Course for IT. Я отвечал на Юдеме, но я не вижу там новых. На самом деле, может, есть, может, я уже давно не заглядывал. Поэтому переехать на Course for IT, это не стоит никаких денег. И как бы просто перейдите, и у вас будут... Потому что я сейчас буду обновлять, например, курсы, и те, кто на Юдеме, я уже обновлять не буду. Так, заказы, которые вы берете у крупных компаний, они выполняются удаленно. Стоит ли регионам искать такие заказы или требуется обязательно выезд на место? Если мы говорим про крупные компании, по российским меркам крупные, то в крупных компаниях вы всегда будете выезжать на место. То есть, под крупными компаниями подразумевают там всякие... Транснефть, Сибур, вот такой вот, Лукойл. Что-то реально крупное. Газ, нефть. Там вы по-любому будете выезжать на место. Ну, либо там с центрального офиса удаленка. Ну, там не будет такого, что вам VPN прокинут, и все, работайте. Илья, привет. Хочу услышать твое мнение. Как вы думаете, будет ли лучше, выгоднее получить вышку по направлению информационной системы? Или пройти курсы? В вышку по-любому лучше получать, особенно если вуз нормально найти. И по-любому. Я вот, честно говоря, думаю о второй вышке. То есть, если у меня все нормально сложится, и я сейчас, допустим, перееду, и все нормально акклиматизируюсь, то я думаю, что год через два я пойду на вторую вышку. Ну, уже местную. Вот. Ну, заочно, естественно, скорее всего. Ну, я посмотрю, как там все это устроено. Поэтому я бы получил образование в Deutschland. Вот. Поэтому, если вы знаете какой-то нормальный вуз, то я бы по-любому делал вышку. Ну, то есть, понимаете, эти курсы, они не заменяют вам курсы. Это чтобы вы сейчас могли что-то делать руками быстро. То есть, такой быстрый результат, короткий путь, там, научиться какой-то вещи ее продавать. Завтра, допустим. А институт это больше такой, более в глобальное вложение. Вот. Добрый вечер. Разлетелся DAC из шести баз. Четыре остались на одном сервере, два на другом. Правильно ли? Правильно ли через ADESA edit? Есть ли более правильный способ? Господа, вы когда такие вопросы задаете, разлетелся DAC на шесть баз, остались четыре. Правильно ли я делаю? Вы знаете, я должен такой шар свой достать, ты все делаешь правильно. Вот так, наверное. У меня все хорошо. Зачем переезжать, если у меня все хорошо? Причины две. Я не знаю, я рассказывал, нет? То есть, первое, я очень хочу другой климат. Это первый момент. Вторая причина, я очень хочу другую экологию. Ни климат, ни экология в Москве меня не устраивает, если вы про это. Поэтому, хорошо в плане вот этого, да? Вот этого хорошо. Но на самом деле, все, кто здесь нормально зарабатывают, при переезде, они теряют в деньгах, к сожалению. Вот. Поэтому, всегда вы, всегда при переезде вы теряете по баблу, к сожалению. Так. Дайте совет. Работаю в госсекторе мелком. Опыт работы два года официально. Системный администратор. Стоит ли менять после кризиса? Что менять? Куда менять? Кого? Слушайте, ну я про, вот про стоит ли быть в IT, я отвечал уже многократно, многократно, где только не отвечал. То есть, если вам это нравится, вы любите этим заниматься, ну куда вы переедете? Вы этим будете заниматься. Если вам это не нравится, то по-любому надо варить. Потому что IT-то, ну как бы, долго, тяжело, нудно, особенно если ты это не любишь. Вот. Поэтому, я вот не могу ничем заниматься, кроме IT. Я кайфую от информационных технологий. И поэтому в любом проявлении курса я веду, сам что-то руками делаю, там руковожу и так далее. Мне это по кайфу. Поэтому я никуда не пойду. То есть, я бы не мог там куда-то переключиться и чем-то другим заниматься. Вот. Поэтому, если вам это нравится, ну как бы, занимайтесь. Как с людьми переехать, господа? В правом нижнем углу есть, 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 есть. mi.sobaka.ru.tilea.ru Это адрес электронной почты. Напишите, я вам пришлю инструкцию, как переехать с Course for IT на Teachable. Ой, господи. Как переехать с людьми на Teachable. Там все просто. Вы регитесь и вам переносят курс. Поэтому. Да, на самом деле, никакой такой темы, господа, нет. Так просто, пустой трёп, захотелось с народом пообщаться. Илья. Направление VDI, Citrix, VMware, Horizon. Сильно, сильно перспективно на будущее. Я не могу ничего сказать на эту тему. Я никогда не работал. С Citrix я работал лет 15 назад. В последний раз с Horizon, с VDI я работал крайне мало. И я не вижу в России какой-то такой, знаете, постоянного спроса на VDI решения. Может быть, этот спрос просто не ко мне приходит. Я вполне возможно допускаю. Но у меня таких проектов, я не помню особо, что были за последние годы. Что-то на VDI нормальное и так далее. Не, у меня нет по VDI курсы. Поэтому я стараюсь как бы курсы делать по тому, с чем я работаю. Поэтому по VDI курсы. Интересно, сколько получает СИС админ в России минимум? Минимум вы можете получать МРОД в любой стране. Хоть в Финляндии, хоть в России. Это минимум. Минимальный размер оплаты труда. В Финляндии могут получать 3-4 тысячи евро. Могут, а могут и не получать. Вот, СИС админ в России минимум 15 тысяч рублей. Но я вот с Евгением согласен. Это на уровне минимального размера оплаты труда. Поэтому. Я не знаю смысла сохранить эти стримы. Тут ничего такого интересного. Ничего такого интересного, мне кажется. Или, а какие перспективы с внутренней почтой? Переход на внешнее решение. Ну, как она будет жить, жить, жить. А потом, рано или поздно, окажется вся в облаках. Вот и все перспективы. Но за те 10 лет, пока она будет переходить, можно заработать кучу денег. Поэтому. У вас цитрикс растет. Но может быть. Я же говорю, я вполне допускаю. Допускаю, что просто я с этим не работаю. Мне этот клиент не приходит. А на самом деле, кто-то там цитрикс продает. И это типа востребовано. Подскажите, будет ли запись курса по DevOps? Да, господа, вот все, кто придут на курсы по Linux, вот, они получат запись. Это вот, я уже так договорился. Поэтому, да, полюбасу. Михаил их готов. Я с ним уже все обсуждал. Те, кто уже зарегались, уже получат там как верталки подготовить. Потому что, в принципе, с 29 мая все пойдет. Вот такие вот дела. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Так что запись Linux курсов будет. Ну, для тех, кто покупал, естественно. Ага-га. Я не сторонник сравнивать зарплаты в разных странах. Потому что это разные страны. Разные системы налогообложения. Разные стоимости. И все, и все, и все остальное. Разные экономики. То есть, как бы смысла особого нет. Ну, где-то, где-то можно там в Америке зарплата сильно выше. Но надо смотреть, сколько в Америке стоит аренда жилья. Вот. Да. Поэтому многие вещи надо смотреть. 80% сисадминов получают до 100. Я думаю, больше, если по России брать, сильно больше, до 100. А виндовые все 90. Не нужно это никому. Бегите в DevOps и Linux. Я бы, честно, советовал бежать от людей, которые дают однозначные ответы на сложные вопросы. Вот. То есть, вот я вам скажу так. Linux специалистов сейчас мало. Просто раньше, когда я людей собеседовал, они там говорят, я там знаю Linux и так далее. Я же не спрашивал ничего. Ну, потому что я не в теме. В последнее время я, ну, как бы с Linux работаю, да. И, как бы, многие вещи стал понимать, как оно устроено. И когда человек говорит, я вот там в Linux разбираюсь, ты начинаешь у него спрашивать какие-то базовые вещи, типа там разрешение или чего-нибудь там. Или структуры файловой системы. Ну, то, что по-любому чувак, который там делает, он должен знать. Они такие, ну, то есть, они там не то, что там что-то глубоко. Они даже там поверхностно на уровне каких-то видосов на YouTube по основам Linux ни у меня, ни у кого не смотрели. Поэтому, их просто мало Linux специалистов. Девопсов, на самом деле, в России надо очень мало. Их просто нет от слова совсем. Поэтому и зарплаты там 200 плюс, потому что его найти готово. Их тут пальцами двух рук на Москву пересчитать. И отсюда высокие зарплаты. Но, во-первых, всем бежать в DevOps закончится все тем, что вы поймете, что просто так не убежишь. То есть, это нужен опыт, знания и так далее. Во-вторых, как только все прибегут в DevOps, зарплаты будут такие же, как на Винде. Ну, это как бы закон рынка. Илья, можете ли вы записать видеоинструкцию, как с нуля поднять Active Directory, типа AD для чайника, хочу научиться. Фарад. Слушайте, ну, потратьте 1500 рублей, купите курс по базовой инфраструктурной сервисе. Посмотрите эти 4-5 часов, и у вас будет базовая инструкция. Вот. Как часто сталкиваетесь с ИБ? Последнее время часто сталкиваюсь. С требованием в стэк, в час сталкиваюсь редко. Вот. Нет, по ИБ я курсов делать не буду. То есть, мы ИБ занимаемся. Мы делаем аудиты, обследования и так. Ну, не аудиты, а обследования. Да, и как бы интересные вещи. Но курсы нет, 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 делать не буду. Будущие курсы... Будут несколько курсов в ближайшие месяцы, но увидите какие. То есть, с решениями на 10 лет вперед. Доить шефа и готовить плавный переход в облака. Господа, все зависит от того, как будет развиваться ситуация геополитики и в какой компании вы работаете. Если вы работаете госом, вы можете обдариться шефа, но никаких облаков там не будет. Если вы работаете в коммерсах, то тут зависит. Коммерс это какая-то филиал зарубежной компании. В филиале зарубежной компании вас перетянут в облака еще быстрее, чем вы кого-то там заставите. То есть, они все эти, не знаю, British Petroleum и прочие, они уже давно все в облаках сидят. Ну, то есть, российские куски этих компаний. Если это компания какой-то мелкий сектор, то, наверное, нужно в облака тянуть, плюс иметь какие-то локальные копии. Если это крупная, то есть, куча-куча-куча нюансов. Поэтому, я же говорю, однозначно, с решениями на 10 лет вперед, сложно, сложно. То есть, в России очень много своей специфики. Я не знаю, я не работаю ни с чем от ProLinux, я сейчас только суббунтой занимаюсь. И вот это все, что мне нужно. Нет альтернатив в Linux AD и Exchange, нет. Вот если мы говорим про функционалы Active Directory и про функционалы Exchange, то там таких альтернатив нет. DevOps без опыта на удаленку возьмут. Linux удаленка 50 тысяч. Шабашьте в городах, если вы из Мухасранска. Ну, на самом деле, за 50 тысяч на удаленку возьмут и с Windows. И даже не с серверными знаниями, а с обычной техподдержкой. Я брал двух парней с полгода назад. У них, мне кажется, в районе 45 зарплата. Ну, вот они тоже не из России, но у них там просто чисто helpdesk. То есть, ничего такого. На курсы, да, записаться можно. Заходите на course for IT и там все платите. И вам потом в течение двух часов приходит. Вот, все приходит. Поэтому, я же говорю, где-то на удаленке, если найти работу, то, мне кажется, там 40-50 можно получать, даже просто будучи качественным helpdesk. Вот, как-то так. Вот, такие вот дела. Да, господа, вам спасибо. Да, на курсы по Linux'ам можно записаться. Я сам буду, это какое. Я сейчас, вот хорошо, что у меня время есть. Я сейчас буду сидеть в своих курсах, допиливать и новые делать. И буду Варакина смотреть, потому что. Ну, и, соответственно, пилить новые по Linux'у новые видосы на канал на YouTube'овский. Ну, народ вроде смотрит, там по 2-3 тысячи набирает просмотров. Поэтому, нет, мне Варакин прислал виртуалку, на которой мы будем. Сейчас, я секунду. У меня даже где-то на рабочем столе лежит по поднятию виртуалок. И мне Варакин присылал. Господи, он мне присылал, на какой виртуалке у нас будет. По-моему, там Debian. Вот, что-то у меня такое. Ну, на самом деле, я думаю, что там платформа независима. Михаил в любом случае будет рассказывать. Понимаете, Михаила сложно на чем-то завалить. Он начинал с FreeBSD, потом работал с Ubuntu, потом с CentOS, потом с Debian. И вот у него одно спрашивание. Он говорит, так, это здесь так, это здесь так. То есть, как бы, вот. Да, у нас Debian 10. Нам нужна будет виртуалка с Debian 10. Одна, вторая, я не знаю с чем. Надо будет уточнять. Так что, короче говоря, будет прикольно, наверное. Вот. Курсы по управлению IT будут, мне не будут. Где вы находите хелпдеск 50 без опыта виндсервера? Я хелпдеск постоянно мониторю. Ну, предложений было много. Мы выбрали двух нормальных ребят. Они до сих пор работают. Собственно говоря, вот так. Ну, то есть. Поэтому находим. Просто предложений мало, да? Ну, то есть, ну, как бы, мы нашли, мы двух людей взяли. Вот. И. Ну, вот. Александр Козлов подсказывает, что бунт основан на Debian. То есть, я далек от этого. Кто там кому мама, кто там кому папа. Меня сейчас волнуют гораздо более базовые вещи. Нет. Курсы по системам хранения я никогда не делал. Ну, я думаю, что найти можно, наверное. Скорее всего. Вкратце, можете сказать, в чем разница между Linux и Ubuntu. Ну, как бы. Это вот в чем разница между BMW и машиной. Вот. В том же серии. Ну, то есть, Ubuntu это вид Linux. Одна из вариаций Linux. Проходил у Варакина курс по Debian. Как по мне, слишком много теорий. А где вы проходили, если не секрет? И когда это было? Просто Миша уехал. Но в Штаты. Вот. Получаю 200 плюс на руки в России. Начальник отдела системного администрирования. Linux, не знаю. Ну, Мария. Еще и девушка, судя по всему. Ну, вы молодец, что могу сказать. Это хорошо. Для начальника в России. Но Россия, видимо, не Москва. Это нормально. Вот. Это нормально. То есть, вы же начальник, правильно? Вам, Linux, знать и не надо. Вам надо знать, как решать задачи другими людьми. Вот. Так. Хочу послушать DevOps, но боюсь не понять, как давно, не так давно изучаю Linux. Было бы круто. Чек-лист по знаниям. Андрей, напишите мне на почту. Если действительно хотите, напишите мне на почту. Я вас просто сведу с преподавателем. Он задаст 3-4 вопроса. Там, в телеге, в какой-нибудь. Вы на них либо ответите, либо нет. И сразу будет понятно, как бы... И как будет понятно, собственно говоря, тянете или нет. За практикой на Rebrain. Слушайте, я, короче, недавно смотрел у этого Rebrain'а короткий вебинар. Ну, думаю, послушаю. Может, ребята там вещи делают. Они пригласили какого-то спеца, который рассказывал про... Господи, про дисковую... Про... Господи, про утилиту. F-диск, по-моему. В Linux'ах. Пригласили какого-то чувака, который там главный Linux'oid в Mail.ru. Но это было настолько убого, уныло и неинтересно, как продукт. Ну, то есть мы можем с вами тут болтать сейчас о чем угодно. Это просто вот трендеж. А там, ну, как бы был технический доклад. И я выключил на 15-й минуте, потому что это, блин, это хрень полная. Вот, если они так загоняют, то у меня большой вопрос, что они там делают внутри. Потому что они мне не продали. Я бы был с удовольствием, там, заплатил кому-нибудь денег, да, и что-нибудь послушал интересно или поделал. Но вот так, как это было реализовано, я понял, что это просто были бы выкинутые бабки. Поэтому не знаю, не знаю. Я не могу про них ничего положительного сказать. Вот этот опыт их там, вебинара рекламного, ну, как рекламный, технический, у меня негативный. То есть чувак вообще никакого отношения к обучению не имеющий. Он просто завалил этот вебинар. Пусть он там трижды ринуксует, супермастер и так далее. Так. В России на Teams, на PSTN звонки по Септранк? Да, можно, можно. Александр, сейчас из Teams звонить в реальную телефонию можно, но для этого вам понадобится специальная виртуальная машина от... Ну, или виртуальная машина, или железка от AudioCodes. То есть напрямую нет. У вас будет Teams, у вас будет AudioCodes, и, соответственно, потом уже ваш там, не знаю, любой продукт, с чем угодно скрещивайте. Илья, этот курс совсем для новичков, он еще не запущен. Там есть курс DevOps, и там огонь. Да, вы кидайте. Понимаете, мне тема не интересна, тема я могу тоже интересно нарисовать. Вопрос реализации. Вот. То есть между идеей реализации, к сожалению, пропасть просто. Ну, я же говорю, я вот, ну, Мишу Варакину, я слушаю хорошо. У него там на YouTube есть записи старые. Я прям с удовольствием их пересмотрел. Ну, у меня есть плюс. Я могу поставить запись на паузу и написать Мишу в Telegram, как, Миша, вот здесь ты говоришь такое. Я нихрена не понял. Объясни мне. И Миша мне строчит там в телеге. Поэтому я, к сожалению, или к счастью, вот такие возможности есть не у всех. Поэтому, господа, не имеют 100 рублей, а имеют 100 друзей. Вот. Ваш курс по Azure хватает для получения Azure администратора? У меня курс не по Azure, у меня курс по Azure Active Directory. Azure администратор требует гораздо больше технологий, нежели только Azure Active Directory. Azure Active Directory это кусочек, это часть. Поэтому сопоставьте экзамен. То есть я не делал курс именно по подготовке там к какому-нибудь, не знаю, экзамену 911, я не знаю какая у них сейчас нумерация. Это курс конкретно по Azure Active Directory. Кстати, недавно тут студентами, когда делали по 365-ому офису лабу, чувак один обратился, студент, говорит, не могу подключиться по Варшевам. Я думаю, блин, да что такое, мы перебрали все. Вот. Перебрали все и потом выяснилось, что там Microsoft в принудительном порядке в обход всех галок включает МФА для админских учеток, это новая тема. Вот надо дописать это в Azure AD вставить, потому что этого не было, когда я курс писал. Что у вас за война с Кармановым? Блин, у меня вообще никогда с ним не было войны. Вот. И это было очень давно. Он пару раз пытался меня обосрать, но как бы... Вот. Ну, он человек такой, он много кого пытается. Поэтому мне попек. Так что... он уже давно, мне кажется, он отойти настолько отошел в плане, то есть в комьюнити, в... Среди молодого комьюнити мало кто знает. Вот. Те там, которые вот, как я или Паша Нагаев, они знают, кто это, кто такой товарищ Руслан. Вот. И чего от него ждать. Поэтому. Поэтому у меня с ним ничего личного абсолютно. Вот реально. Никогда никаких пересечений не было. Вот. Часто ли в практике организации переходят смс с кюль на поздарю? В моей практике вообще ни разу не было. Работаю в банке в Москве под аккаунтом дочки зашел. А! Под аккаунтом дочки? Я думаю, Мария, я думаю, ну круто. Вот. Работаю админом, знаю всю линейку. Но круто. Хочу изучить линукс. Я не вижу проблем. Вот. Ваше мнение по телефону стоит углубляться в циск или аваи или астерист или астерист все вытеснено окончательно? Ну не знаю, мне кажется, и циска, не знаю, как аваи, с аваи я крайне редко имел отношение, мне кажется, циска, она держит определенные позиции. У меня есть один хороший знакомый сетевик, но он уже давно универсальный, он начинал с циски, но на самом деле ему любое оборудование не даешь, он настраивает абсолютно без проблем. Блин, чувак занимался сетями, только пошел в администрирование всего и вся, непонятно зачем, правда, но спец был такой узкий, классный. Ну он и сейчас узкий, классный спец, но просто еще параллельно иногда задает вопросы по экченчу. Вот. Хотя, классный чувак, поэтому не знаю, если вам это нравится, можно углубляться, почему нет. Ну, то есть, ну куда сети денутся? Никуда не денутся. Телефония, ну как бы, IP-телефония тоже никуда не денется, VKS никуда не денутся. Мне кажется, это востребованная тема. Что знаете про DevNet, в частности, циска? Ничего не знаю, первый раз увидел такую аббревиатуру. Астериск Рулинг, согласен с вами целиком и полностью, Астериск это тема. Вот. Окей. Ладно, господа, какие еще есть вопросы? Что-то сегодня вот меня сбило этот первый стрим, когда он оборвался. Так что, вот такие. Вот, кстати, с Линуксом вместе классно изучать Астериск. С Линуксом, с любым, классно изучать практическое применение. То есть, вы не только там учите какую-то, не знаю, какую-то технологию, вот, вы еще и параллельно смотрите, как его можно применить. Поэтому, вот, кстати, из серии там Эластик, вот Эластик вам яркий пример практического применения. Вы можете Zabbix параллельно, вы можете какие-нибудь VPN, там, OpenVPN, ну, то, что, то, что позволит вам параллельно еще и какие-то вещи, вещи проверять. Модель кресла бюрократ? Нет, у меня модель кресла Samurai есть такие. Вот, Samurai, самая простая модель там за 16 тысяч кресла. Как вы относитесь к Ubiquiti? У меня стояла точка Ubiquiti офигенная, мне очень нравится. Столит ли изучать их продукты? А там есть, что изучать? Мне кажется, там все примитивно до безобразия. То есть, бам-бам-бам-бам. Вопрос про Карманова. Единственное, что достаточно сказать, я у него делал рефанд за его же курс второй день. А, рефанд, это в смысле вы деньги возвращали. Вот, тренинг второй день курс исполнили. Слушайте, ну, как бы, я не хочу ничего плохого про Услана рассказывать. Это его прерогатива людей говном поливать. Я могу обсудить с кем-то в личной беседе, с кого я хорошо знаком, ну, так. Всякие его зашквары рассказывать на их бане. На публику. Так, на практике в обычной работе часто встречаетесь с кубернетисом. До этого вообще не встречался. Но вот сейчас приходится. Так, ага, 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 ага. Посоветуйте курс для дилетанта по системному администрированию. Системное администрирование, вы понимаете, что там куча вещей, которые в одном курсе не войдут. То есть, там есть блок по сетевой части, который вы знать по-любому должны. Ну, то есть, из серии там, чтобы маску со шлюзом не путали. Да, вот такие вещи настолько. Это первое. Потом, надо понимать какие-то базовые вещи по службе каталогов, потому что от нее никуда, от нее никуда не деться. Поэтому, ну, могу посоветовать, вот зайдите на курс for IT, там есть этот, там есть курс базовая, самый, самый популярный курс базовый инфраструктурный сервис Windows 7 2016. Я там расскажу, как DNS работает, как DHCP работает, как эти вещи настроить. Ну, то есть, это вот база-база, на самом деле, без этого деваться некуда. Чем больше знакомлюсь с Linux, тем больше кажется, что Windows сложнее устроен. 100%, даже 200. винда сложнее Linux. Вот я сейчас на этом 100% уверен. То есть, может быть, я потом поменяю свое мнение, но на самом деле Варакин мне говорит то же самое. В Linux говорит, все просто. Ну, да, конечно, ты же его знаешь, поэтому все просто. Кстати, блин, что-то я хотел сказать. Я говорю, что если кто будет на курс for IT-курсы покупать, я не знаю, знаете, нет, сейчас по Spring 25-25% скидка, но это только на такие записанные курсы, на Варакинский нельзя. Окей. Стоит ли уходить в разработку после 18 лет администрирования? Слушайте, господа, вот, стоит или нет, вы можете сами ответить на этот вопрос. То есть, чувствуете вы в себе силы получить там второе направление? После скольки? 18 лет, то есть, вам под 40, да? Ну, то есть, как мне сейчас приблизительно. То есть, там, 37-38. Ну, то есть, чувствуете вы силы, чувствуете желание. Вот я, например, чувствую желание, да, сейчас получить третий язык, плотно, поработать и пойти вторую вышку получать. Ну, как бы уже профильную, наконец-то, может быть, у меня в 42 года там, или во сколько будет, будет профильная вышка. Вот. Ну, я чувствую себя силой, я хочу. То есть, если вы это хотите, ну, пока хочется, можно все что угодно, господа. Ну, вот. Опять же, что такое чужое мнение? Я сужу со своей колокольной. Вы должны судить со своей. Может кто-то хочет там, я не знаю, кошку и плед. То есть, это ваша жизнь, ваши там отмеренные 65, хорошо, если 75 лет, да, и вы можете тратить ее как угодно, абсолютно. То есть, надо делать то, что по кайфу, господа. Если вам по кайфу сейчас там, о, что-то новое, да, там, я получу новый опыт, новую работу и так далее, новую тусовку, там, ну, я буду нубом, да, в 40 лет, какое-то время. Но все равно, бэкграунд, он чувствуется, да, вот вы там с виндой занимались, а потом уходите в Linux. И технический бэкграунд, он есть технический бэкграунд. И некоторые вещи ты понимаешь сразу, ты говоришь, а в Индии это реализовано вот так, там, в Linux это реализовано вот так, ну, и так далее. Так, ваш курс по DevOps, введение в инструменты, где есть blueprint? Вы имеете эту программу? На сайте есть. Так, я не понял, честно говоря, blueprint, я не помню, что этот термин означает. Например, в Linux можно подружить астеризм. да, да. Так. Какой пограничный антиспам шлюз посоветуете, чтобы перед экченчем стоял? Самое популярное это Касперский. Причем он, он есть и Linux. Из популярного, ну, господи, раньше он Cisco Ironport назывался, сейчас он называется Cisco, блин, забыл как называть. Ну, Cisco антиспам вылетел, как называется. Тоже популярная тема. Вот, мне кажется, и то, и другое, это самое популярное. Какой у вас уровень языка, какого именно? Русский, родной, английский, B1, немецкий, A1, в поиске A2, вот так вот. Вот, поэтому, вот такой у меня уровень языка. А еще в Linux при настройке серверов надо править текстовые конфиги, а следовательно понимать, что правишь. Ну, я бы не согласился, что в винде на удачу надо галочки ставить. Обычно, когда на удачу ставят галочки, потом все плохо. Ведущий сисадмин, это руководитель, или просто самое матерое дело в админе? Это может быть и то, и другое, это зависит от компании, от специфики. Будут ли курсы в будущем по Azure администратор? Да, будет. Ну, я думаю, что во второй половине года. Будет большой, скорее всего, курс по Windows. Ну, короче говоря, я не хочу политик, как сделаю, так сделаю. Но по Azure будет, но потом. Как можно с должности хэпдеск прыгнуть на админа, или везде нужен опыт? Работаю не в России. Спасибо. Хороший вопрос. Я вот могу сказать, как у нас хэпдески становились админами, вот как в Меотоне конкретно, я же там уже с 2008 года работаю в том или ином виде. Вот. Ты берешь хэпдеска, хэпдеск работает, ты чувствуешь, что чувак нормальный, то есть, что ему можно поручить и так далее, и так далее. Стартует какой-то проект, этот чувак параллельно что-то делает на проекте, и тем самым получает опыт. Ну, и так вот он становится инженером нормальным. То есть, опять же, приходят новые люди какие-то, старые повышаются, ну, вот, и такой естественный, естественная смена поколений, и люди вырастают. то есть, года два, три, наверное, надо, чтобы из хэпдеска стать нормальным инженером. Подскажите, плюс, как преодолеть барьеры тайники до нормального админа? Господа, учиться и быть нормальным человеком, то есть, надежным, адекватным и так далее. То есть, зачастую людей не пускают дальше, потому что они по каким-то причинам могут запороть это все. То есть, вам просто, видите, вы же себя со стороны не видите, к примеру, да, вы отталкиваетесь от своего видения, а у людей другое видение. Поэтому, кроме знаний, то адекватность должна быть. Поэтому, если вы чувствуете, что вы попали в компанию, где никогда с техподдержки не будет роста до инженера, ну, значит, компанию нужно менять. Ну, такое тоже бывает, да, то есть, такие компании, где вырасти, нереально, в принципе. Поднимали ли вы Arch Linux? Нет, нет, Arch Linux я не поднимал. Багов меньше, чем на Ubuntu? Да, как бы, это уже такая вкусовщина идет, поэтому, я нет, я говорю, я сейчас с Ubuntu работаю. Поэтому, вот такие вот дела. Можно ли с Dolness и Helldesk прыгнуть на админа, если везде нужен опыт? Так, можно. Так, господа, давайте последний заход, если какие-то вопросы есть. То есть, возвращаясь к теме Helpdesk, то есть, ну, если вы видите, что тут без вариантов, да, то есть, то есть, до вас кто-то постановился из Helpdesk, если нет, ну, наверное, вероятно, что вы станете тоже немного. Поэтому, вот, вот такие вот дела. секунду. Давайте по последнему заходу, да, будем завершаться. Поболтали и хватит. Так, меня взяли из Helldesk на админа, правда, это было в рамках одной компании, но это нормально, я попросил ту же зарплату и всем видом дал понять, что хочу развиваться. В итоге, даже немного накинули, но это нормальный вариант, господа. Это нормальный вариант, когда в рамках одной компании вы растете. Просто бывает, когда люди приходят, а потом через два месяца такие, ну что, типа, я готов. Так не бывает. Вот. Виртуалки есть, можно дома изучать на виртуалках, проблема заключается в том, что реальная жизнь, она слегка отличается от виртуалок. Это вот как вы в школе учите язык, а потом попадаете в страну, где на этом языке разговаривают и понимаете, что то, что вы учили в школе, оно несколько отличается от того, что на самом деле происходит вокруг. То же самое и виртуалки. Общее представление вы получите, безусловно. Вот. Поэтому вот так. Админ уже не так уважаемый вид позиций. Я не понимаю, что такое уважаемый, неуважаемый. Вот. Инженеры, они были, они будут и никуда не денутся. Меняется чуть-чуть специализация, меняется специфика, но это все в этом мире меняется. По поводу уважаемого, неуважаемого. Господа, если вы себя сами не можете поставить, то вас никто уважать не будет в этой жизни. У меня, я всю жизнь работаю там инженером или не инженером и у меня проблем с уважением ни с заказчиками, ни с кем никогда не было. То есть, это все зависит от вас. Поэтому, вот так. Ну, наверное, на Porsche в России вряд ли вы будете ездить. Это да, но при этом жить можно нормально. Новые курсы будут, да. Ровно 10 лет назад был у вас на курсе по миграции с Exchange. Блин, 10 лет назад, если вы меня слушали миграции, а был такой курс по миграции с 10 на 13, именно по миграции, я что-то не помню, чтобы такие курсы были. Я помню, я помню, что были курсы просто там 10, 13, но может быть, был какой-то модуль по миграции. Вот. Поэтому, да, 10 лет назад я знал, Exchange похуже, чем сейчас. Жалко, конечно, если он еще через 10 лет назад накроется, с другой стороны, ну, как бы жизнь вообще, в принципе, не вечная. Так, хотите уйти из техподдержки, вкалывать ребят? Ну, да, 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 согласен. Согласен. Вкалывать, 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 и все будет хорошо. Не в этой конторе, так следующее. Согласен. Общее представление дает возможность для дискуссии с более опытными коллегами. Да, да, господа. Ладно, я думаю, что мы будем на сегодня заканчивать. Мы как-то приятно прообщались там целый час, практически. Спасибо большое за внимание. Я посмотрю, если там нормально будет, я, может быть, как-нибудь опубликую. Вот, кому интересно. Был быстрый старт экченч. Быстрый старт экченч, это был не курс. Это было видео. Это было видео на YouTube, оно до сих пор доступно, его уже посмотрело 50 или 60 человек. Да не знаю, когда следующий стрим, понимаете, нужна какая-то тема для общения. Тем более, видите, они так разрываются вообще. Ну вот, первый раз разорвалось, причем оно мне запустилось с пятого раза, реально. Я думал, у меня что-то с компом не так. Оказалось просто с сервисом у YouTube. Не так. Посмотрим, как будет желание. 10 лет назад 13 чанговых, ну да, что-то не сходится. Ну, короче говоря, экченч, быстрый старт, я, по-моему, делал еще для 10-ой версии 100%, и это было, знаете, для платформы. У МС была платформа с видеороликами еще в до-ютюбную эру. Она называлась Tech Days, по-моему. Вот. Я там был в топе на тот... Фак, да, да, да. Был, был, был. Это был Tech Days, по-моему, мне соврать не дадут. Платформа называлась Tech Days. Вот на ней видосы выкладывались. Если вы про них, то да, я просто подумал про курсы, я просто подумал про курсы, которые я в специалисте читал. Вот. Там не было курсов по миграции, там были просто курсы. Хорошо, господа, я попробую опубликовать. Еще как-нибудь склеить бы 2 в 1, потому что там начало было в одном-другом. Я подумаю. Ладно, спасибо всем за внимание. Не болейте, не кашляйте. Вот. Берегите себя и все будет хорошо. Не запасайтесь гречкой. Пусть она лучше лежит в магазине. У нас есть паники, все бред такой. Запасайтесь солью и патронами. Да, да, да. Tech 9. Не, не, это вы уже, это вы уже молодые. Tech 9, это было после Tech Days. Они поломали Tech Days сайт и сделали платформу Tech 9, объединили смс-овской. Но это еще раньше было. Вот. Tech Days, да, 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 да. Так что вот такие вот дела. Подскажите, плиз, планка DDR4 не видит комп. Купите Sony Playstation. Все будет видеть и клево будет. И геморрой нет. Ладно, господа, я тоже был вас всех рад видеть. Давайте, всем спокойной ночи.